Приветствую! В Верховной Раде зарегистрирован законопроект номер 10209, который посвящен мудрой мобилизации. И вот сейчас мы быстренько его изучим и разберемся, в чем же заключается мудрость мобилизации по мнению его автора. Итак, смотрим законопроект. И вот он у нас на экране. Имеет он такое длинное название про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мудрої мобилизации та забезпечення оптимальної боєздатності військових підрозділів під час воєнного стану. И вот его номер. Законопроект 10209 от 3.11.23. Что здесь еще есть интересного? Здесь мы видим, кто же является его инициатором. Мазурашу Георгий Георгиевич. И вот здесь я представляю, как часть из вас сказала такая, все, закрываю видео, дальше смотреть не буду. Мол, это законопроект Мазурашу. Ну, действительно, мы знаем, что народный депутат Мазурашу такой прославился уже законопроектами такими интересными, неоднозначными. И мы уже привыкли, по сути, к тому, что их не принимают. Но, друзья, не отключайтесь, мы много времени на это не потратим. Итак, в чем же мудрость этого законопроекта? Честно сказать, я не эволюционировал до того уровня, чтобы понять всю мудрость этого законопроекта. Законопроект 10209 насчитывает 6 страниц. Он вносит изменения в закон о воинской обязанности и воинской службе, в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, в закон о правовом режиме военного положения и в закон о основах национального сопротивления. Но в чем глобальная мудрость, я так и не понял. Более того, честно говоря, не увидел там ничего принципиально нового. Все предложения, которые там есть, они выносились либо ранее самим Мазурашу в предыдущих законопроектах, либо же другими народными депутатами. И по сути из всего, что там указано, вот мне единственное, что, скажем так, запало в душу, что хотелось бы, чтобы было принято, это расширить перечень оснований для увольнения военнослужащих. И там есть такое предложение, что, мол, если нарушаются права военнослужащего, то он подает рапорт, и если, мол, рапорт в течение 7 дней там не рассматривается, либо не восстанавливаются его права, то это является основанием для увольнения. Ну, это действительно хорошее предложение, которое заслуживает вот на внимание и заслуживает на позитивную оценку, потому что это защищает права военнослужащих. И опять же, это не новое предложение, мне помнится, что сам пан Мазурашу это предлагал уже в одном из предыдущих законопроектов. Что касается отсрочек, что касается изменения правил призыва, по сути, ничего там нового нет, даже если будет принят этот законопроект, никак не изменится статус-кво существующая, и в этом смысле никакой особой ценности для процедуры мобилизации данный законопроект, хотя он и называется, да, о мудрой мобилизации, на мой взгляд, не несет. Но, возможно, я не эволюционировал еще до того уровня, чтобы оценить всю вот глубину мудрости этого законопроекта. Поэтому, чтобы не занимать ваше время, на этом все. Пропускаем этот законопроект как таковой, который не представляет нам особого интереса, и идем заниматься своими делами, работой, отдыхом или чем вы сейчас занимаетесь. Но перед этим, естественно, нужно зайти на мой телеграм-канал, ссылочка на него есть в описании к этому видео, подписаться на него, также подписаться на ютуб-канал, ну и, естественно, поставить лайки этому видео. На этом у меня все, желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.